Всем привет, чуваки! Вы смотрите канал Кэмбузмэн. Добро пожаловать в очередной влог. Сегодня пятница и этот влог я решил начать уже пока еще светло. Хоть я еще и на работе. Да, я быстро надел Алискину кепку, потому что надо стричь. И вчера мы, кстати, записались. Мы позвонили Вите и записались на подстрижку. И даже на покраску. На подстрижку! Я всю жизнь говорю подстрижка. Значит, на подстрижку. Ладно, увидимся с вами после работы. Не удивляйтесь, если будет темно. Кстати, кто не посмотрел вчерашний влог, обязательно сходите и посмотрите, потому что там классные воспоминания из прошлых лет. Из-за 13-е, 14-е, 15-е, 16-е года. Горош, ты уже смотрела влог? Ты посмотрела влог? Лайк поставила? Ну, молодец какая. И самые сладкие движения за сегодня. И... Пока-пока, работа. Выходные! Вчера, когда перебирал архивные видосы, в одном из видосов у меня такой вообще чуб длиннющий был. И я решил сегодня поставить чуб, потому что... Потому что... Это я. Чуб это я. Я это чуб. Он часть меня. Честь меня, понимаете? Так вот, я просто на самом деле решил посмотреть, насколько длинные волосы. Я не настолько, оказывается, я сильный, это я просто еще. Не успел я закончить работу, как... Смотрите, что поднакатилось ко мне. Алиска приготовила суперсалат! Не было авокадо, зато есть кешью. Вымоченный, между прочим. Офигенно! Есть, давай! У нас вчера случилась беда. Смотрите. Ать! Жрём! Смотрите, он... Выключи его, воды нет. Выключи. Ну там она и не кипит. А нет, кипит. Капец, это прикол. Это прикол, он просто... Он вечный, он вечный и бесконечный. А что такое-то, что-то пошло? Ну что-то случилось, может вода куда-то попала, когда набирали. Запросто. Вчера мы пришли, когда приехали из Икеи, Алиса ставит чайник, а он просто не включается. Я такой, блин, ну как так может быть? Последний раз мы его включали, он работал, но так вещи не ломаются. Ну типа они должны в процессе... А чайник стоил 1000 рублей всего лишь в ленте. Мы покупали его три года назад, когда сюда переехали. Ну ладно, что-то ремонтировать не надо. Да, потому что нам лень было ждать долгое кипение чайника на газу. У Алискиных родителей, когда жили, и мы поэтому брали вот этот чайник. Да, должно это долго, да. Да, ну капец, вообще. Индукционная печь рулит поверхность. Все, короче, мы сейчас собрались, я еще хотел сказать, что мы сейчас пойдем сдавать его в ремонт. Типа, когда... Я не знаю, я никогда ничего не сдал, мне кажется, в ремонт технику. Нет, только фотик. Какой? Ну, в Омске. А, нет, ну и здесь тоже мы сдавали. Ну, фотик, ладно, окей. А вот такую какую-то бытовую технику чайник, типа... Да ничего не ломалось. Ну, ну, короче, и не надо. Тогда просто идем по магазинам, нам нужно купить продукты. Яблоки сельдерей! Яблоки на снегу. Смотрите, мы решили ее немножко воспитать, и сказали, что она не идет с нами, но на самом деле она идет с нами, потому что... Она накосечила очень сильно. Очень сильно, да. Ну, сейчас, подождите. Нет, нет. Лежал здесь вот так вот сельдерей. Мне кажется, даже дальше. Возможно, даже вот так вот он лежал. И что случилось? Каким-то образом гороша его взяла. Она взяла, положила его вот сюда. Я сидел, там работал. Она положила, пошла вот сюда. Алиса в это время мылась. Там... Нет, не обращайте внимания, это гороша на место. Сначала думали, что ее оставим дома, поэтому туда все скинули. Так вот, дверь была закрыта, гороша села под дверь. Она поняла свой косяк. То есть она не стала есть, она даже не укусила. Да. Просто положила, пошла туда, прижалась к стене. Я вышла? У нее уши прижаты, она вся боится. Короче, она схватила, и она осознала. Есть у собаки сознание. О, смотри, сейчас я покажу ее. Она знает, что я о ней говорю. Вот так гороша себя ведет, когда мы уходим из дома. Или... У нее, кстати, дверь еще на бороде висит. Это что-то висит. От елки. Что, это иголка пластиковая? Да, 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 прилипла. Но он такое не ест. Короче, вот она уши жмет, она понимает, что либо она что-то натворила, либо она понимает, что мы уходим. Теперь смотрите, как она заскочит. Она сейчас сидит там так же и думает, что мы уходим. Сзади. Хорошо, пойдем. О, что правда, что правда? Компушка. О, ты не бегайся, вы уже пришли, что ли? Да, да. Пойдем, пойдем, пойдем. Я уже, честно говоря, не представляю города, в которых нет стройок. Ну, то есть я не могу представить, типа, город, в котором вот, типа, не будет вот такого. Вокруг постоянно краны крутятся. Ах. Ну, и правда, чтобы в декабре было вот так тоже мало у кого могу представить. У нас наконец-то появилась возможность снимать на прокат самокаты. Смарткат какой-то. Ну, может, когда-нибудь опробуем. Да. Электросамокаты. Да. На обратном пути мы узнали, что это не электро. Это просто самокаты. Ну, окей, в принципе, тоже неплохая штука, наверное. Не? Да, да, да. Ну, конечно. А вот этого еще нет? Как сделать? Ну, у них не мотор, колесо. Не, не одно колесо, не мотор. Ни одно колесо, не мотор, не мотор, колесо, не одно. Просто толкаться руками, ногами. Вот в чем смысл. Быть здоровым человеком. Толкуном. Чуть позже мы с вами откроем первую посылку. Мы решили, почитали вчерашние ваши комменты, взвесили все и подумали, что действительно будем открывать по чуть-чуть через несколько влогов, там, через... Посмотрим как. Короче, растянем все посылки до самого первого января. Вот. А сейчас мы пойдем с вами сушить тыквенные семечки. Но не просто так. Я считаю, что любое действие можно красиво снять. Так что давайте попробуем с тыквенными семечками. Как с кофейком-то всегда это, да? Типа ты кофе завариваешь, там, красиво снимаешь. Кофеек, да, классно. Попробуй снять, как тыквенные семечки сушишь красиво. Получилось красиво снять или нет? Пишите в комментариях. А я пошел вместе с Алиской смотреть сериал Викинги. Там новые серии, между прочим, для тех, кто не в курсе. Заставка, время почты. Итак, скрываем первую посылку. Первая посылка в этом году. И мы сейчас выписывали ваши трек-номера. Блин, вас много. Какого черта? Почта плохо работает. Почта вообще, куда ты зыришь? Мы решили открыть именно эту посылку, потому что пахнет кофе. Да? Мы идем на запах кофе. Ну, кофе же. Мармелад с курагой. Арахисовая паста от Радохлеб... От Радохлебова, наверное, классическая. Блин, за арахисовую пасту вообще... Вот вы... Зачем? Слишком вкусно. Арахисовая паста от... Па-бам! Мексика, Чаапас, Гваделупа, Заху. Мне интересно, интересно, что, кто это? Кто это? Гуд кофе. Гуд кофе. Наркоманка, пиво. Ребята. Ну и тут еще... Письмецо. Письмецо, да. Письмецо мы оставим себе. Я вот так просто покажу, что оно есть. Мы его обязательно прочитаем. Посылка от Даши из Твери. Большое... Большое спасибо тебе. Отдай его пасту. Моя прелесть. Еще раз хочу напомнить всем о том, что если вы пришлете нам до Нового года письмо, посылку, бандероль, все что угодно, мы вам ответно вышлем письмо с ништяками. Так что где-то, я думаю, что сейчас мы уже начнем высылать, потому что у нас есть некоторые посылки. Вот сегодня вскрыли. И по ответным, обратным точнее, адресам начнем высылать наши ништячки. Вот. И, кстати, друзья, в это воскресенье, 9 декабря, мы устроим на канале Кэм Виз Мэн прямо здесь онлайн-трансляцию для всех. Так что давайте готовьтесь. Я думаю, что часов там, не знаю... Короче, вечером. В любом случае в соцсетях. И завтра во влоге мы уточним время. Так что следите за нами. Оставайтесь с нами на нашей волне, на нашем канале. Жмите большие пальцы вверх. Спасибо вам за ваши комментарии, за лайки, за подписки. И, кстати, друзья, много пишет мне человек, что не приходит в фид новые видосы. То есть в разделе подписки нет наших видосов. Есть только в рекомендуемых, например. Нажмите на колокольчик. Нажмите на колокольчик. Я просил об этом один раз, наверное, всего лишь. Когда-то, давно-давно, год назад. Нажмите на колокольчик. Я надеюсь, это поможет вам с оповещением о новых видосах на нашем канале. Все. Увидимся с вами завтра. Покеда!